Запущенная ирригационная и дренажная система области из года в год дает о себе знать. Работы, проведенные за последние пять лет в этом направлении, не лучшим образом сказываются на результатах. В итоге на корню сохнут деревья, пропадают зеленые насаждения. В этой связи глава региона, собрав всех ответственных специалистов в данной сфере, провел большое совещание. Подробнее в материале. В состоянии ирригационной и дренажной системы региона до сих пор остаётся притчевоязыцах. Ряд крупных каналов города заполонён мусором и зарос камышами. Рыки забиты, лотки давно вышли из строя. Но самым вопиющим фактом является то, что многие нерадивые жильцы, владельцы частных домов, выдвинули свои дворы на тротуары, забетонировав и перекрыв таким образом рыки. «Это всё от того, что нет управления и контроля над городскими ирригационными сетями», – сказал глава региона. Теперь по его заданию будет создана специальная рабочая группа. «То, что на каналы и орыки влезли дома – это большая беда. Это от того, что человек всеяден, хочет под себя больше нагрести. И никто не хочет думать, что эта территория государственная или чья-то другая. Вчера увидел, прямо на орыках понастроили себе, кто что хочет. Теперь с этими захватчиками надо работать. Закон надо соблюдать. Это всё государственное, народное. И для него надо работать». Отдельный разговор на совещании шёл по каналу Туити. На сегодня его состояние особенно удручающее. Призванное сыграть свою главную роль в благоустройстве и озеленении региона – эта важная ирригационная сеть, берущая свое начало с Киргизского озера Талас, из-за неполадок и неправильного использования не эксплуатируется в полную мощь. Специалисты для решения данной проблемы предложили перевезти Туити из частной собственности в государственную. «В городе всего 700 гектаров поливных земель. Главная из них – артерия – это Туити. И большинство этих земель лишено полива, отсюда и засыхающую на корню деревья. Надо эту проблему непременно решить и вернуть его в первую очередь назад государству». В ходе совещания было отмечено, что в городе, особенно в микрорайонах, мало стало скверов и парков, где люди могли бы отдыхать. Глава региона призвал активнее привлекать само население к благоустройству и озеленению областного центра. И поручил вернуть Таразу имя самого главного зелёного города страны, проводя работы по санитарной чистке рыков и каналов, избавив их, наконец, от мусора и хлама. Кулеш Урзакова, Адимбек Самаликов, 7.7 News.